11 октября состоится премьера сериала Винчестеры. Проект представляет собой приквел культового сериала Сверхъестественной, расскажет историю любви Джона и Мэри Винчестеров. Помимо полноценного трейлера, в сети постепенно появляются новые тизеры, постеры, заявления актеров и, конечно же, создателей проекта. Не люблю делать прогнозы, не посмотрев конечный продукт, но конкретно по поводу Винчестеров есть весьма большие опасения. На данный момент Винчестеры кажутся сырым проектом с кучей проблем, которые близко не получат столько любви, как оригинальное шоу. Но давайте обо всем по порядку. Сегодня покопаемся во всем, что известно о сериале, и постараемся понять, почему Винчестеров может ждать провал. Естественно, все это лишь прогнозы, к которым не стоит относиться слишком серьезно. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Страшно подумать, но с момента выхода первой серии оригинального сериала Сверхъестественная прошло целых 17 лет. Да, время летит настолько незаметно, что пора бы начать вести ему счет. Для этого нужен надежный и проверенный аксессуар. Ну а выбрать стильные и качественные часы можно в шикарном интернет-магазине Хвилина. Хвилина это белорусский бренд, который занимается изготовлением качественных лимитированных линеек наручных часов. Каждая коллекция бренда уникальна и имеет свой сторитейлинг. Огромный выбор часов на любой вкус, которые будут прекрасным подарком как для друзей, так и для близких. Я не смог удержаться и заказал вот такую замечательную модель Green Screen Basic. Часы из коллекции Green Screen выполнены в минималистичном стиле, с большим количеством отсылок к эстетике пользовательских интерфейсов конца 80-х, начала 90-х годов. И вдохновлены такими культовыми произведениями, как Матрица, Чужой, Fallout и Tetris. Основной идеей коллекции является передача духа того времени, с чем она справляется отлично. Каждая из трех моделей часов Green Screen получила название одного из языков программирования, которые были популярны в те годы. Basic Python Delphi. Внешний вид каждой из моделей перекликается с дизайном интерфейсов вышеназванных языков. Швейцарский кварцевый механизм. Сапфировое стекло. Материал корпуса и браслета нержавеющая сталь, а сам браслет на миланском плетении. Также в комплекте дополнительный ремень из натуральной кожи. Если вы долго выбирали место с качественными часами по доступным ценам, то хватит медлить. Переходите по ссылке в описании. Заказывайте часы на ваш вкус и приятного пользования, друзья. Переписывание канона. Первое, что бросилось в глаза еще во время анонса данного приквела, это его странная связь с оригинальным шоу. Из официального описания сюжета и трейлеров мы знаем, что события сериала развернутся в 72-м году. Отец будущих спасителей человечества Джон возвращается с Вьетнама в поисках своего истинного предназначения. Буквально в ту же ночь он встречает молодую Мэри, которая смачно отделывает демона, и таким образом он узнает о сверхъестественном. Далее Джон узнает, что Мэри и ее семья охотники, узнает, что его отец хранитель знаний, после чего они вместе тревожат какое-то злое нечто, охотятся на монстров и строят свою любовь. И это лишь общие известные факты о сюжете, которых уже достаточно, чтобы сказать, что сериал просто клал на свой же канон. Хотя Дженсен Экклз и компания яро утверждают обратное. Даже если отложить в сторону тот факт, что Джон узнал о монстрах после смерти Мэри в 83-м году, можно вспомнить третий эпизод четвертого сезона. В нем Дин попал в прошлое в 73-й год, в котором Джон также ничего не знал о монстрах, а Мэри охотилась со своей семьей. Получается, между этими событиями и событиями приквела пройдет всего лишь один год. В общем, уже сейчас понятно, что ни о каком уважении к своему же лору речи идти не может. Отчего пользы от винчестеров, как от приквела сверхов, ждать не стоит. Сериал, наоборот, запутает зрителей и вызовет гнев у настоящих фанатов. Поэтому, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от просмотра, придется принять за аксиому тот факт, что сюжет винчестеров происходит в альтернативной вселенной. Неинтересные главные герои Стоит пояснить, что практически все персонажи сверхов были весьма крутыми ребятами. То же самое можно сказать и про родителей винчестеров. Мне очень нравился Джон первого сезона в исполнении Джеффри Дина Моргана. А также нравились молодые версии Джона и Мэри серии про прошлое. Вот только для каждой версии родителей Сэма и Дина было выделено определенное ограниченное время в сюжете. А также функции в этом самом сюжете. Они были классными второстепенными персонажами, но строить вокруг них целый сериал, как по мне, очень необдуманное решение. В оригинальном каноне их жизнь до смерти Мэри так и вовсе была сплошной бытовухой, о которой нечего сказать. Поэтому авторам винчестеров натужно пришлось придумывать истории, в которых Джон и Мэри в принципе не могли участвовать. Увы, но интереснее от этого персонажа не станут. Именно поэтому я считаю, что Растудия захотела сделать именно приквел, то в центры сюжета стоило ставить более важных и интересных персонажей. Расскажите о тернистом пути Кроули с момента, когда он был еще человеком. Сделайте мини-сериал про первые вылазки Касса на землю. Отойдите еще дальше и покажите становление Люцифера. Как они с богом заточили тьму и как его портила метка. Ну а если авторам так сильно хотелось вставить в сюжет кого-нибудь из семьи винчестеров, то это мог бы быть Джон, но только Джон после смерти Мэри. Было бы круто посмотреть, как он постепенно узнавал о прошлом своей семьи, знакомился с другими охотниками вроде Бобби, постепенно заполнял свой дневник и пытался воспитывать еще маленьких Сэма и Дина. В общем, как по мне, идея сделать шоу молодых Джонни и Мэри чуть ли не самая худшая из потенциально возможных. Неподходящие главные актеры. Ну и добивая тему неинтересных главных героев, не могу пройти мимо новых актеров, исполняющих эти роли. Признаюсь, я не знаком с творчеством Дрейка Роджера и Мэгдонелли, но зато я хорошо знаком с лором сверхов и тем, что из себя представляют Джон и Мэри. Поэтому, положа руку на сердце, я считаю новых актеров крайне неподходящими на свои роли. Во-первых, у этой парочки совершенно нет никакой химии. Глядя на Джеффри Дина Моргана и Саманту Смит, мы видели в них любящую семью. Глядя на имя Гоменик и Мэтта Коэна, мы видели в них искренне влюбленную пару. Глядя же на новых, ребят, лично я не вижу в них ничего. На данный момент создается четкое ощущение того, что их как будто заставляют находиться в одном кадре. Конечно, делать такие резкие заявления, не посмотрев ни одной серии, очень глупо. Но, как минимум, на данный момент все так и выглядит. Во-вторых, Дрейк Роджер и Мэгдонелли совершенно не похожи на свои более взрослые версии. Опять-таки, Эмми, Гоменик и Мэтт Коэн были очень похожи на Моргана и Смит, чего совершенно не скажешь про новых винчестеров. Ну и в-третьих, типаж актеров не вписывается во временной сеттинг 70-х годов. Глядя на эти глянцевые мордашки, мы видим в них типичных представителей 21 века. И у новой мэрии это проявляется очень сильно. В целом, неподходящий типаж можно залатать опытной актерской игрой или качественным гримом. Но ни того, ни другого в винчестерах, увы, ждать не стоит. Кринжовый тон повествования. Трейлеры и тизеры винчестеров дали понять, что сериал уйдет в легкий комедийный уклон. Да, оригинальный сериал тоже уходил в комедию и в целом грамотно миксовал несочетаемые жанры. Вот только винчестеры производят впечатление исключительно комедийно-подросткового сериала, который будто вылез из нафталиновых нулевых. Шутки, легкое повествование, вылизанная яркая картинка и прочие атрибуты комедий тех лет. Уже сейчас можно заметить и упор в кринжатину. Вроде моментов, когда Джон случайно бьет Мэри два раза, или как демон смешно отлетает, когда его сбили фургоном. Сказать, что это плохо, я не могу. Я люблю юмор, в частности, комедийные серии сверхов. Но, не стоит забывать, что оригинальный сериал был в первую очередь семейной драмой. А смешные серии создавались, чтобы перевести дух. Разумеется, приквел должен сочетаться с оригиналом. Чего на данный момент не ощущается от слова совсем. Подведя итог, хочу сказать, что какого-то однозначного мнения по поводу винчестеров у меня так и не сложилось. С одной стороны, есть целый ряд опасений. А с другой, и появление Эклза будет, и отсылки, и фансервис, и возвращение в ту самую вселенную. Хотелось бы верить, что авторы не ударили в грязь лицом и постарались выдать достойный приквел. Но, цитируя слова классика... Ха-ха, хотелось бы верить, но верится с трудом. А на сегодня, пожалуй, все, друзья. Пишите в комментариях, что лично вы ждете от сериала, и верите ли вообще в его успех и качество. Будет очень интересно почитать. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Всем счастливо, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!